Сегодня в преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом в России стартовала неделя профилактики заболевания. Акция Stop Vich Speed. Ее цель – привлечение внимания к проблеме распространения инфекции на территории России, а также разъяснительная работа. Этим темам посвящен Всероссийский форум в Москве. По словам специалистов, за последние годы удалось практически остановить передачу вируса от матери к ребенку. Есть и другие положительные результаты. Репортаж Ирины Куксенковой. Мария Годлевская живет жизнью обычной петербурженки. Дом, семья, работа – отличие лишь в том, что строго по часам уже много лет она принимает иммуностимуляторы – медикаменты, которые позволяют поддерживать организм. В 16 лет Мария узнала о своем положительном ВИЧ-статусе. Вспоминает, как врачи и волонтеры, пошагово и в деталях, рассказали, как теперь будет строиться ее жизнь и ежедневный график. Вирус ничего о тебе, как о человеке, не говорит. Это просто заболевание, одно из многих, к которому нужно адаптироваться. И здесь в помощь могут быть и равные консультанты, это люди, живущие с ВИЧ и обладающие некими навыками. Это и врачи в центре СПИДа, и туда обязательно нужно идти, не прятаться. Сегодня Мария Годлевская работает в центре помощи женщинам с положительным ВИЧ-статусом. Своим примером показывает, что и со страшным вирусом можно полноценно жить. Уже будучи инфицированной, Мария вышла замуж и родила здорового малыша. Сегодня риск заражения ребенка во время беременности меньше 2%, но только если вовремя узнать свой ВИЧ-статус и начать интенсивную терапию. По всей стране работают тысячи крупных центров и небольших пунктов, где можно сдать кровь на ВИЧ. Я прихожу, достаю свой паспорт, он мне спрашивает, анонимно или с паспортом. Я решил для будущего, что если мне справки могут пригодиться, где-нибудь, там, устройство на работу и так далее, я сделаю с паспортом. По официальным данным в России более 900 тысяч граждан зараженных ВИЧ. И согласно печальной статистике, каждый час это количество увеличивается на 10 человек. Многое сделано за последние два года. Прежде всего, в силу того, что мы вышли за рамки медицинской проблемы и стали эту проблему рассматривать как медико-социальную, общую для всего гражданского общества, для всех ведомств, чем бы они ни занимались априори. В преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом в Москве открылся Всероссийский форум специалистов по профилактике и лечению ВИЧ. Врачи отмечают, эта болезнь, которую раньше связывали со социальными элементами, сегодня угрожает и вполне благополучным слоям населения. Заразиться ВИЧ можно даже во время маникюра. И чтобы уберечь себя и своих близких, о вирусе нужно знать как можно больше. В группе повышенного риска находится молодежь. Поэтому особое внимание следует уделять информационной и просветительской работе с подрастающим поколением. В России действует федеральная программа по добровольному тестированию граждан на ВИЧ. Пункты, где можно узнать свой статус, появились на многих вокзалах страны. В Москве, на Ленинградском. А специальный железнодорожный вагон колесит по стране, протестировав уже 25 тысяч человек. Анализ на ВИЧ можно сдать и в любой районной поликлинике. Врачи говорят, проходить этот тест нужно регулярно. Ведь вирус может проявить себя спустя многие месяцы после заражения. Ирина Куксенкова, Андрей Лесных, Сергей Козлов, Елена Штоколова и Татьяна Ревенкова. Первый канал.